Сердечно-сосудистые заболевания – одна из важнейших проблем здравоохранения во всем мире. На их долю приходится около трети всех смертей, причиной которых 85% случаев являются острые сосудистые катастрофы – инфаркт миокарда и мозговой инсульт. Но, как правило, начинается все с малого. Самое распространенное заболевание – артериальная гипертензия. Она помолодела, стала развиваться в более молодом возрасте, артериальная гипертензия, то есть молодые люди уже страдают, и, к сожалению, она приводит к довольно серьезным последствиям – к инфаркту, к инсульту, к поражению других органов мишени – этой почки и сосуды. Хороший результат в том, что часть пациентов уже контролирует свою артериальную гипертензию, то есть они принимают препараты и они работают. Но этот процент тоже, к сожалению, еще очень низок. Медики информируют граждане, рассказывают, что даже самые простые признаки ухудшения самочувствия свидетельствуют о серьезных заболеваниях. Головные боли головокружения могут быть при повышении давления. Если речь идет о стенокардии, это появление каких-то загруденных болей. Они могут быть короткими, кратковременными, могут быть связаны с физической нагрузкой, на большой физической нагрузке, или человек не обращает на это внимания, а дышка начинает появляться при физической нагрузке. С этим, конечно, нужно сразу обращаться к врачу общей практики, который снимает кардиограмму. Профилактика болезни сердца и сосудов в мире технологии и доступности медицинского обследования возможно. Более того, необходимо на всех уровнях. Добрый день, уважаем вас. Как вы, переночевали ночью? Прекрасно. В кардиологическом отделении областной больницы экстренную или плановую специализированную помощь получают жители всего региона. У Ларисы Андреюк проблемы с сердцем появились уже давно. Сначала не обращала внимания, но состояние здоровья заметно ухудшилось. Там заколола – валидолку взяли, там заболела – кардиаминчик выпили. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. А когда уже и воздуха не хватает, и дышать нечем, когда уже хорошо держат что-то тебя, тогда уже, конечно, бежишь к врачам и ищешь помощь. И люди находят эту помощь, когда обращаются к врачу. Соседка по палате Валентина Стаховец рассказывает – мучили прыжки давления из-за грудинной оболь. Врачи чем могут нам помогать, но, к сожалению, мы сами нерадивые люди. Мы сами пренепрежительно относимся к своему здоровью. Это прежде всего. Скажите, пожалуйста, это нельзя было, возможно, приехать пораньше или что? Нет времени. Будем говорить, это хрустальная ваза, с которой нужно очень бережно относиться. Пациенты, которые находятся в кардиологическом отделении Брестской областной клинической больницы, это те пациенты, которым требуются какие-то дообследования и на более высоком уровне. Потому что наше учреждение относится к третьему уровню оказания медицинской помощи. И, соответственно, наши пациентки сюда поступили для того, чтобы мы выполнили те обследования, которые по каким-то причинам не могут быть выполнены на городских и районных уровнях. В Брестской областной клинической больнице есть все для того, чтобы оказать высокотехнологическую, кардиохирургическую и рентген-эндоваскулярную помощь. Но кардиологи призывают людей самим ценить свое здоровье, не подрывать его работу вредными привычками, уметь разделять серьезные жизненные проблемы и мелкие переживания для того, чтобы максимум исключить стресс.